В эти непростые дни многих жителей региона волнует вопрос, как быть, если подходит срок замены паспорта или его получения. За разъяснением этого и других насущных вопросов мы обратились в управление по вопросам миграции управлением ВД России по Тверской области. Скажем сразу, специалисты управления сейчас, как и до начала пандемии, работают в прежнем режиме. Но по предварительной записи, с соблюдением обратившихся социальной дистанции и при наличии у них мер индивидуальной защиты. Теперь о паспортах. Все мы слышали президента, который определил, что у нас срок действия паспорта продляется на три месяца. Кроме того, конечно, хотел бы сказать, что мы не будем применять меры административного воздействия к лицам, которые к нам несвоевременно обратились за заменой паспорта по возрасту. Но есть крайняя необходимость. Сделки с недвижимостью, банковские операции, экстренные командировки. Для всего этого необходим паспорт. А если он просрочен? Конечно, мы оказываем такие услуги. Хотя фиксируем, что в целом количество обращений по оформлению паспортов к нам за последние несколько недель, 2-3 недели, конечно, существенно снизилось. Как почти на 80% снизилось в регионе число обращений по замене или получении загранпаспорта. Оно и понятно, границы закрыты. Но как быть трудовым мигрантом, находящимся в области? На сегодняшний день в регионе проживает свыше 28 тысяч иностранных граждан. По сравнению с годом предыдущим, их число сократилось на 8,5 тысяч. Если раньше в эти апрельские дни за получением трудового патента в миграционный центр обращалось по 300-400 человек ежедневно, то сейчас число таких обращений сократилось на порядок. Приходят оформляться те, кто успел приехать в регион до 18 марта. Для всех порядок один. Обязательная предварительная запись в помещении центра соблюдения социальной дистанции и на каждом средство индивидуальной защиты. Срок действия ВИЗ, который имеется у иностранных граждан, мы продлеваем. Всё, что касается миграционного учёта, который истекает у иностранцев, или уже истёк, им необходимо обратиться по месту жительства, по месту пребывания в подразделение по вопросам миграции на районном уровне с заявлением, составленным в произвольной форме. Мы будем принимать решение и миграционный учёт в сроках пребывания продлевать здесь на 90 суток. А теперь информация для тех, у кого истекает срок действия патента на трудовую деятельность. Мы таким людям, если они в установленном порядке к нам обратятся за переоформлением, патенты будем переоформлять. Если они у нас уже обращались за переоформлением патента и на основании патента осуществляли до этого трудовую деятельность на протяжении двух лет, мы не будем требовать от этих людей выезда за пределы Российской Федерации по понятным причинам. И будем оформлять им патент в случае обращения к нам с документами. Для сотрудников полиции принципиально, подчеркнул Андрей Иванов, при жёсткой административной практике к трудовым мигрантам у людей должны быть условия получения государственных услуг. Важно, чтобы эти люди находились в правовом поле и не нарушали закон. Несколько слов об этом. По данным полиции, на сегодняшний день удельный вес преступлений, совершённых иностранными гражданами, в общем массиве преступности составляет 1,6%. Чаще всего мигранты совершают кражи, сбыт наркотиков, как правило курьеры, и преступления против личности. У нас не так много незаконных мигрантов, которые, находясь вне правового поля в плане миграционных требований и правил, совершают преступления. И ещё один совет от сотрудников полиции. В первую очередь берегите здоровье. Не рвитесь за получением просроченных документов. Вы успеете это сделать, как только жизнь вернётся в нормальное, привычное русло. Продолжение следует...